Все те, кто живет ритмами улицы и ритмами хип-хопа, любят экстремальный и уличный спорт, собрались снова здесь, в парке Степаново. Куча площадок, людей, и с погодой сегодня действительно повезло. Присоединяйтесь и вы к этому яркому событию уходящего лета. Этот фестиваль уличной культуры стал действительно самым масштабным за всю летнюю кампанию межрегиональных турниров. Лучшие спортсмены из Костромы, Ярославля, Владимира, Питера и Москвы стали участниками стрит-фишки 2012. Уличная культура – это в первую очередь уличный спорт и не всегда экстремальный, как, например, скейтбординг, BMX или агрессивные ролики. В паркур-зоне проходили соревнования по воркауту. Турникменов привлекает в первую очередь доступность этого вида спорта. Этот спорт тема уникальна, что трудностей практически никаких, то есть тебе не нужно тратиться на этот спорт, ты можешь просто выйти на площадку и заниматься там. Хотелось бы побольше площадок, которые были бы отдельно для нашего спорта, потому как сейчас страники, которых, конечно, много, но они уже находятся в таком аварийном состоянии, и нам тяжело заниматься. Стритбол – еще одно направление уличного спорта. Всего в общегородских соревнованиях приняло участие около 20 команд. Здесь все друг друга знают. По словам уличных баскетболистов, у нас в городе очень сильное стритбольное сообщество, и ребята уже не первый раз встречаются на одной площадке. Но для ежедневных тренировок все равно места не хватает. Хорошо, что у нас не одна площадка, но хотелось бы, конечно, видеть их больше. Я только недавно вернулся из Москвы, там в каждом дворе по две площадки, а у нас их несколько всего на город. Очень жаль, что мало внимания уделяется в регионе баскетболу, но хорошо, что хотя бы такие мероприятия проходят, и это очень радует. Еще на одной площадке в батле от Тайтаун Family School сошлись лучшие представители всех уличных танцевальных направлений. Здесь происходит лучшее событие в нашем городе. Это Family Battle. Мы к нему долго готовились. Еще Family Battle у нас стал официальным отбором на Dern Battle School. Это международное соревнование в Киеве, где будет много-много народу. Там будет брейкинг, хип-хоп, хаос, все будет очень круто. Кто побеждает, тот едет, бесплатно участвует в прохождении всех мастер-классов. В общем, все будет круто там. По итогам танцевального батла лучшим в направлении хаос стал Атажан, главное лицо Айтаун Family School в дисциплине хип-хоп-дети Максим Мгуэн. Именно эти ребята будут представлять Ивановскую школу уличных танцев на чемпионате мирового уровня, который пройдет в Киеве в начале сентября. По словам организаторов стрит-фишки, самым важным для любого участника таких масштабных соревнований является поддержка зрителей. Ведь это именно тот случай, когда спортсмен может показать свое мастерство на самом высоком уровне. Поддержку он получает в первую очередь от зрителей, он заряжается этой энергией и порой делает трюки, которые он не всегда еще делал или не пробовал, боялся попробовать. А здесь он чувствует энергетику, чувствует поддержку, чувствует уверенность в себе и, соответственно, решается на какой-то свой трюк или сложный элемент. И, как правило, 95% кто решается, они его делают на ура, на 100% и это факт. Стрит-фишка 2012 это в первую очередь фестиваль уличной культуры, где ребята не играют и не соревнуются, а живут. Где еще увидишь столько действительно увлеченных своим делом людей, для которых спорт это стиль жизни. Это все, что вы видите сегодня на этой площадке уличная культура, потому что у ребят свой стайл, у ребят свой образ жизни, свой образ мышления. Они живут в своем мире, который им нравится, они в нем развиваются и хотят, чтобы те, кто их окружает, развивались вместе с ними. Нина Сардейска, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.